Развитие добровольчества и волонтерского движения в Чуваше обсуждали сегодня на заседании Совета при главе республики. В этом году продолжается работа по созданию доброцентров. Они должны появиться в каждом муниципалитете региона. Официально добровольчество и волонтерство появилось в России в 2018 году, но активные молодые люди, которые хотели помогать в стране, были всегда. Это и помощь в организации крупных спортивных мероприятий и содействие центрам социальной поддержки населения. Особенно помощь добровольцев и волонтеров стала востребованной в годы борьбы с пандемией коронавируса. Олег Николаев отметил, и сейчас волонтеры вносят заметный вклад в работу государственных органов власти. Активно работаем по поддержке семей военнослужащих, которые сегодня героически защищают наше Отечество и борются с фашистской идеологией и неонацизмом. Ну и очевидно, в связи с этим нельзя обойти понятие добровольца и в части такого прямого назначения с точки зрения защиты отечества. Волонтерская программа «Доброцентр» направлена на решение актуальных проблем развития добровольчества. Сейчас в Чувашии пять организаций используют социальную франшизу. В двух – это ЧГУ и региональное отделение Академии информатизации и образования – уже открылись доброцентры. Еще десять заявок в работе. После прохождения акселерации необходимо разработать и защитить проект по развитию доброцентров. И лучшая организация по итогу акселерации будет допущена к подписанию лицензионного договора. Очередной прием заявок запланирован на ноябрь текущего года. Олег Николаев призвал органы власти Чувашии активнее включаться в работу. Попрошу посмотреть, уже Иванович сказал, идет период подачи заявок на создание соответствующих доброцентров. Поэтому, Алина Геннадьевна, Силадий Иванович, Санна Анатольевна, я попросил бы, чтобы вы активно поработали совместно с главами администрации в том числе. На совещании также обсудили организацию работы штаба «Мы вместе» по поддержке военнослужащих и их семей. Региональный штаб функционирует на базе Центра молодежных инициатив с марта 2022 года. Ресурсный центр является членом Ассоциации волонтерских центров и в рамках этой акции работает по семи направлениям. Первое направление – это адресная помощь, исполнение запросов в решении бытовых вопросов, помощь в соблюдении семейных традиций, организации досуга и обучения детей. Андрей Шакулов рассказал о деятельности гуманитарных миссий на Донбасс. С 30 марта 2022 года помогают жителям Донбасса и освобожденных территорий. Сегодня в зоне проведения специальной военной операции находятся более 80 человек. Многие из этих ребят в качестве волонтеров помогают и мирному населению. Они взяли на себя ответственность по защите нашей страны. На заседании также обсудили реализацию международной премии «Мы вместе» и подготовку волонтеров к международному фестивалю молодежи и международному мультиспортивному фестивалю «Игры будущего». Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Татьяна Молокова, Республика.